По действию коррупции при партии Нуратан была такая информация, очень низкий уровень понимания важности борьбы и противодействия, профилактики на местном уровне, вплоть до совершенно нелепых отписок, очень высок уровень коррупции в системе образования. В Южно-Казахстанской области руководитель департамента по контролю за образованием Жакцебек через своих доверенных лиц, а это заместитель и начальник отдела, получил взятку в сумме 860 тысяч тенге, собран с учителей средней школы за успешное прохождение артистации. Установлено, что при средней зарплате в 50-80 тысяч тенге каждый учитель для сохранения своего рабочего места и выполняя незаконные указания директора школы был вынужден собрать взятка получателя зарплаты по 12 тысяч тенге. С учетом подлежащих в текущем году артистации, а это 310 школ в области, его преступный доход без нашего вмешательства мог создать 250-300 миллионов тенге. Самое страшное, что про эти неписанные законы знают и ученики, наблюдая за антивоспитательным поведением своих учителей. Глава рядом, что говорит. В отдельных регионах продолжает существовать коррупционные схемы, имеющие устойчивый характер. За последние 5 месяцев за систематическое взятничество к уголовной ответственности привлекаются руководители областного уровня в Актьюбинской, в Азербайджанской, в Восточно-Казахстанской, Североказахстанской, Жамбунской и Алматинской области. Говорит, что таможенники могут легко зарабатывать до нескольких миллионов долларов в месяц. Это может быть 5 тысяч тенге физического лица. Но наши аналитики говорят о том, что преступный доход в таком случае достигает месяц порядка двух-трех миллионов долларов. На обычных постах-то можно. Я задействован все службы. Это, во-первых, и имидж нашего государства, переношение соседей. Перед туристами. Скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, почему, несмотря на активные меры, несмотря на то, в Северном Казахстанской области.